Или, Финляндия, я вам больше не дочь. Есика Штольцман, Ханна Токала. Или, Финляндия. 13 декабря 2019 года. У финских родителей отобрали несовершеннолетнюю дочь. Они не позволяли ей начать гормональную терапию, чтобы поменять половину. По мнению Сеты, крупнейшей финской организации сексуальных меньшинств, когда интересами ребенка пренебрегают, власти обязаны вмешиваться. Финка Ниина показывает видео с Нией. Нией смотрит прямо в камеру и объясняет, что это проба голоса. Вот мой голос спустя полгода с начала приема тестостерона. Не могу это смотреть, говорит папа Кари и выходит из комнаты. Власти забрали у них дочь, потому что они не разрешали ей поменять половину. Семья живет в другой стране С. Кари, Ниина и Ния, псевдонимы. Семья попросила не называть их настоящих имен. И редакция пошла им навстречу, поскольку тема деликатная. Журналисты Юлия встретились с родителями в другой стране Евросоюза и ознакомились с обстоятельствами их дела. С Нией они не виделись. Ния с родителями не общается. Они не знают, где она и как с ней связаться. Ния считает себя мужчиной и на семейное имя не отзывается. Вся переменилась с ней и забрали у родителей, когда ей было 15. Через год она начала гормональную терапию для смены пола. Родители не видели ее уже несколько месяцев. У нее теперь совсем другой голос. Да и сама она переменилась, комментирует Ниина. От тестостерона голос стал ниже, а сама она поправилась, и начали расти волосы. Можно без ложного драматизма сказать, что, изменив голос, внешность и личность, они словно убили нашу девочку, говорит Кари. Ния хотела начать гормональную терапию, и поскорее все началось два года назад, когда семья переехала за границу. Нее тогда было 15. Она решила, что она, мальчик, появившийся на свет в чужом теле. Она сказала, что хочет сразу же начать гормональную терапию, а потом удалит грудь, рассказывает ее мать Ниина. Родители эта новость повергла в шок, хотя они и заметили, что Ния стала одеваться по-другому. Раньше она одевалась провокационно, но женственно, а теперь стала носить мужские вещи, так было принято в ее новом окружении. Ниина попыталась успокоить дочь. Сказала, что в период полового созревания многие ищут себя. Объяснила, что смена пола – это сложный процесс, который требует кропотливого и трудоемкого обследования. Ей же было всего 15. Не могла же я взять и сразу согласиться на гормоны. Ниина вспоминает, что Ния разозлилась и закричала, что родители ничего не понимают. А через несколько недель явилась полиция. Ния подала на родителей заявление, через приятеля. Ужасно, когда с тобой так поступает собственная дочь. Но хуже всего то, что ее поддержали власти. Мы то наивно полагали, что врачи и чиновники в этом разбираются. Как мы ошибались, сетуют кари. В их стране законы похожи на финские. Для постановки диагноза необходимы долгие и тщательные обследования, а лечение начнется только после того, как диагноз подтвердят два врача. Мнение родителей тоже учитывается. Задача врача – оценить, нужна ли смена пола профессор детской и юношеской психиатрии и главный врач поликлиники для трасексуалов при университетской больнице Тампери Риита Керту Кальтиала. Риита Керту Кальтиала – об этом случае не слышала. Она считает, что финские власти так бы не поступили. Но и в Финляндии среди молодых людей, которые добиваются смены пола, много биологических девочек. Мы видим немало случаев, когда биологические девушки внезапно начинают отождествлять себя с противоположным полом и надеются, что их проблемы решит гендерная коррекция, объясняет Калтиала. Ее задача – определить, пойдет ли смена пола пациенту на пользу. Часто, говорит она, хирургическое вмешательство оправдано, но у многих просто психические проблемы. У многих хрупкая психика, и их личность и самовосприятие не до конца сформировались, объясняет Калтиала. В таких случаях предстоит отыскать истинную причину недовольства и депрессии. Многие репетируют ответы заранее в последние годы. Количество обращений в поликлинику для трасексуалов резко возросло. Всего за шесть лет приток юных пациентов увеличился в четверо, и никто не знает, почему. Раньше к врачам обращались главным образом встревоженные родители, переживающие, что сын обзавелся жена подобными манерами. Теперь большинство пациентов – это биологические девочки, которые хотят стать мальчиками, говорит Риита Керту Калтиала. По ее мнению, эта часть объясняется тем, что общество стало осведомленнее и толерантнее, при этом большую роль играют социальные сети. На приеме мы часто видим, что молодые люди заранее подготавливают ответы на наши вопросы. Это очень тревожно. Ведь речь идет о вмешательстве в здоровое тело, причем с необратимыми последствиями, говорит Калтиала. Она заметила, что из некоторых школ обращаются по несколько подростков сразу. Для молодежи важно чувство товарищества, ей нужна некая общность, считает она. Родители не думали и не гадали. Родителям часто кажется, что мысль о смене пола пришла ребенку в голову ни с того ни с сего. Властям жене сообщила, что всегда считала себя мальчиком. Председатель сеты Сакрис Купила, Сакрис Купила, подтверждает, эта новость зачастую становится для семьи неожиданностью, хотя ребенок размышляет над сменой пола уже давно. Внешность обманчива, и мало что говорит о внутренних ощущениях, говорит Сакрис. Главврач клиники для транссексуалов при университетской больнице Тамперириита Керту Калтиала говорит, что родители часто воспринимают всякую коррекцию пола в штыки, даже если есть основания полагать, что она пойдет ребенку на пользу. Родители не решили, что это ее новые друзья нускали дочь, что говорить властям, и настроили на разрыв с семьей. Журналисты Юлия ознакомились с документами по делу НЕИ. В отчетах из первого приюта, куда она попала из семьи, отмечается, что к ссоре с родителями ее подначивали друзья. Заявить на родителей прожив в приюте несколько месяцев, НЕИ вернулась домой. Родители пообещали, что семья по окончании учебного года вернется в Финляндию, и НЕИ отправится на обследование. Мы не спорили, пусть считает себя мальчиком. Мы лишь сомневались, что коррекция пола – наилучший выход, вспоминают родители. Для ее нежного возраста на нее свалилась масса психологических проблем. Единственное, чего потребовали родители, это чтобы НЕИ порвала со своими приятелями. Она не послушалась. В день окончания учебного года она отправилась в полицию вместе с представителем местной организации транссексуалов и подала на родителей заявление. Вскоре после этого нее поставили диагноз, и она начала лечение. Параллельно шло судебное разбирательство насчет опеки. Но когда выносили решение, родители даже не послушали. Она уже 8 месяцев принимает тестостерон, говорят они. Председатель Сеты Сакрис Купила считает, что если интересы ребенка игнорируются, власти обязаны вмешиваться. Главная цель опеки – обеспечить ребенку благополучие и поддержку, например, если на него не обращают внимания или если есть серьезные проблемы во взаимоотношениях с родителями, считает Купила. Контакта нет, но дверь открыта с родителями НЕИ больше не общается. Они ее видели несколько раз, но каждый раз случайно. Она нас избегает, даже глаза отводит, говорят они. Им кажется, что все пошло не так, как должно. Они обратились за помощью к финским властям, но, поскольку дело было в другой стране Евросоюза, те оказались бессильно что-либо изменить. Насчет опеки НЕИНа и Кари решили не судиться. Все равно их дочь скоро станет совершеннолетней. Кроме того, не уже начало лечения, и некоторые изменения необратимы. Мы лишь сказали, что наши двери всегда открыты, пусть возвращаются домой, если захочет. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.